Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, все хорошо, с ожиданиями, с ожиданиями побыстрее, как бы в Локомотив приехал Когда узнал про свой переход, как все, расскажи, произошло? Это все шло как бы на протяжении, я не знаю, нескольких дней, то я должен, то не должен, какие-то слухи, вот, и я как бы с агентом не созванивался, я у меня тоже не звонил просто так, вот, он хотел по факту позвонить и сказать, вот, и в последний момент, вот, вчера это решилось То, что мне сообщили, то, что я должен приехать, вот, и мне Михаил Михайлович позвонил, сказал, спросил, что и как, и мы решили, что я нужен здесь Когда он тебе позвонил, блин, стал ли он тебе врасплох? Я вообще спать лег, у меня еще со времен Академии Локомотива остался режим, я в 10.30 спать ложусь, вот, и мне Михаил Михайлович в 11 часов позвонил, вот, и я как бы не, ну, не хотел поднимать трубку, у меня на беззвучном стояло, потому что я думаю, это кто-то из родных, ну, звонит просто, вот, и все-таки думаю, ну, может что-то не то случилось, вот, Вот, смотрю, а там Михаил Михайлович, естественно, побыстрее поднял трубку с улыбкой, вот, и ответил на звонок Когда сообщил команде, что покидаешь, уезжаешь в Локомотив, как отнеслись? Я как бы не хотел это сообщать, пока я сам не расписался бы на документах, вот, ну, пришлось, какие-то слухи все-таки пускают люди какие-то, а кто-то уже узнал, вот, пришлось ребятам сказать, ну, многие ребята были в шоке, сказали, типа, Тимур, как так? Ты в последний день трансферного окна уходишь от нас, на завтра играть с Динамо, вот, ты должен играть Я извинился перед ребятами, вот, и сказал, я нужен там, в Локомотиве, и я поехал Скажи, а с близкими советовался, как они отреагировали на твой превосход, или сам принимал решение? Честно, ни с кем не советовался, ну, позвонил жене, сказал так-то так, вот, ну, просто мы заранее думали, ждали, если будет от Локомотива, то здесь, значит, думать не надо Потому что здесь все складывается, мой родной клуб, где я вырос, тренер, который меня, можно сказать, вывел на другой уровень, вот, и молодежный сборный, и в Нижнем Новгороде, вот, так что все складывается Супругу мы с тобой не увидели, она тоже приедет, да? Да, она приедет через неделю, вот, потому что я, как бы, с ней, когда с дома уходил, прощался, ехая на матч с Динамо, за Нижнем, вот, сказал, на два дня, вот, а получилось так, что я уезжаю на Долгу То есть она уже узнала, что здесь остаешься, уже в процессе, да? Да, да Вообще часто в Москве бываешь? Вот сейчас ты вышел из аэропорта, такая суета, много машин, наверное, от Нижнего отличается, да? Ну, отличается, конечно, а так я часто бываю в Москве, у меня здесь я брат родной, женой, вот, и, как бы, я здесь с 9 лет в Москве, вот, до 20 лет был здесь, вот, и потом уехал в Нижний Где жил в Москве? В Москве влюблено, РЖД, да, довольно-таки далеко, у меня там школа была, потом со временем, там, через полгодика где-то, когда я в Академию попал, локомотива, я начал жить в интернате Я в 6 утра вставал, ездил в школу, и со школы опять на тренировки в Черкизово, вот, и потом в конце у меня получилось так, потому что в 11 классе я, недоучившийся, забрал документы и попал в молодежную команду, потому что тренировки были с утра, и у меня был выбор тренировки или учебы, я выбрал тренировки А мне так как приятно Вообще, за моим полгодом не жилом, не-не-не, вот только приехал Я говорю, можно переодену с Тём, он говорит, нет, ты вдруг сбежишь Я вот видите, с эмблемкой Держи Спасибо Тимур, почему 99 номер, расскажи 99 номер, ну так получилось, что 93 номер занят Карпукасовым, вот, было время, когда я уходил в аренду в Нижний Новгород, я ему сказал, что освободишь мне этот номер, ну, в хорошей форме преподнес, вот, он сказал, посмотрим, вот, и получилось так, что он закрепился в основной команде, а я ушел в Нижний Новгород, вот, и номер остался за ним А сейчас писать и еще спрашивать, не стал, пусть играет парень, хорошо продолжает, и дай Бог так же ему продолжать, вот, а я выбрал 99, тем более, я пришел в аренду С кем-то из ребят из Лока продолжал общение и сейчас продолжаешь? Ну, у нас Рыбчинский был, вот, с ним мы хорошо общаемся, вот, переписывались, а так много с кем поддерживаю общение, так, просто в письменном виде, и все Тимур, ты воспитанник локомотива, вот, сейчас ты зашел на стадион, мы даже, Миш, специально свет зажгли для тебя, сердце екнуло, ностальгия Конечно, конечно, я смотрю на это все и вспоминаю, когда я даже в малом возрасте просто приходил на стадион, даже понимаю, где я сидел в то время, какие нам давали билеты И смотрел на ребят из основного состава, вот, как они играют, а сейчас, я вспоминаю это все, мне чуть ёкает сердечко Один из заголовков был в газете, что ты мог бы провести всю карьеру в локомотиве, действительно, так было Конечно, конечно, это для меня родной клуб, где я вырос, где я научился многому, вот, я всегда это говорил и буду говорить Следил за выступлением локомотива, когда я играл в Миш, да, конечно, следил Как не следить, тем более, я в основной команде тоже провел время, многих ребят знаю, вот, а также, когда я перешел в мой тренер с Нижнего Новгорода, Михаил Михайлович Галактенов, я еще начал смотреть больше Тебя удивил вот этот спрут локомотива в 2023 году, когда выбрались они из подвала? Это, честно говоря, ожидалось, потому что Михаил Михайлович знал, куда идет и зачем, вот, и он сделал, выполнил свою задачу не на 100, но на 200 процентов Какие у тебя сейчас чувства и какие ожидания? Чувства чутка волнительные в плане того, что первые дни, приступаю к тренировкам, ребята вижу, вот, адаптации особо такой, я думаю, не будет, потому что всех знаю практически, вот, будет все нормально Ну, хочется уже вступить к тренировкам и к играм, чтобы побыстрее прийти, ну, не то, что в хорошей форме, а понять ребят, как это будет вместе поиграть Какие у тебя цели на Сезар? Цели, большие цели, я хочу очень много забивать голов, отдавать, помогать команде, чтобы команда была на вершине Субтитры создавал DimaTorzok